Более подробно эту тему с Тарасом Загородним обсудим. Это управляющий партнер национальной антикризисной группы. Здравствуйте, Тарас, рад приветствовать. Да, здравствуйте. Мы видим колоссальную поддержку, уже 20-й юбилейный, можно так сказать, Рамштайн состоялся. Видим колоссальную поддержку, видим, как мир в целом объединен вокруг Украины. Но возникает вопрос касательно финансовой помощи и реализации тех или иных экономических компаний по помощи. Вот, в свою очередь, со стороны США. Ведь я правильно понимаю, что не только лишь одним решением и заявлением можно уже понимать, что поддержка будет, поддержка на обеспечение украинской армии силы вороны Украины для сопротивления российской агрессии. Ну, в действительности этот процесс со скрипом где-то, оно идет. Тем более, что то, что очень хорошо, что включается в этот процесс Европа, а эта позиция Соединенных Штатов была очень давно, последние 20 лет, они уверены, что европейцы должны сами больше тратить на собственную безопасность. И когда европейцы активно в это включаются, то, соответственно, и Соединенные Штаты в это тоже будут активнее включаться, потому что их политика заключается в том, чтобы разным способом заставить Европу больше платить за свою безопасность. Кстати, недавно вот часто у нас демонизируют Трампа, вот недавно было у него заявление, ну, раз Европа начинает больше платить за свою безопасность, то я уже сильно подумаю, выходить или из НАТО. Но, скорее всего, нет, поскольку они хотят равного участия как европейцев, так и американцев. И поэтому в этом случае, как бы, появление и ускорение предоставления Украины помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, оно как раз взаимосвязано с увеличением помощи от Европы. Ну, и вот, Тарас, смотрите, буквально на днях, ну, не сказать, что такая легкая паника была после того, как «Телеграф» написал о том, что, ну, такую новость, что военные ВСУ могут закончиться ракету у них для систем ПВО. Вот, добавляя вот к комментарии такой, что вместо того, чтобы пытаться сбить 4 из 5 российских ракет, как это делается сейчас в Украине, скоро придется распределять свои системы ПВО на сбивание только одной из 5 ракет. И тут мы видим, что на этом Рамштайне, в первую очередь, кроме снарядов, да, обсуждалась и защита для нашего неба, продолжение, да, этих переговоров. И явно выглядит так, что дефицита для наших ПВО не будет. Как вы считаете? Ну, смотрите, я склонен все-таки считать, что военная помощь Украине будет, ну, по крайней мере, не снижена, может, даже и сильно увеличена, особенно с учетом того, что все-таки авиация в Украине появится. Больше сейчас, особенно в Соединенных Штатах Америки, вопросы связаны с финансовой помощью, связаны с поддержкой экономики Украины. Вот тут вот могут быть нюансы, связанные с этим, ну, по военной линии я, как бы, все-таки считаю, что она будет предоставляться. Если сейчас наблюдать и совокупить всю ту помощь, которая предоставляется Украине, достаточно ли этого? И насколько вам известно, насколько успешны идут кейсы по производству боеприпасов необходимых, как раз, в свою очередь, и артиллерийских? Ну, смотрите, тут еще мы должны понимать, что Украина тоже должна активнее включаться в производство вооружений, потому что и Соединенные Штаты Америки еще до этого говорили, где ваша военная экономика и почему вы так мало этим занимаетесь. Это было в 2022 году. Сейчас, конечно же, ситуация, ну, намного лучше, чем было до этого. То есть, они хотят видеть, в первую очередь, тоже усилия Украины в этом направлении. Я думаю, что тут тоже будет усиливаться производство собственных вооружений, по крайней мере, об этом и президент говорил, и так далее. То есть, все должны активно включаться в этот процесс. То есть, все, что возможно, должно производиться на территории Украины, потому что зависимость от других стран, это все-таки зависимость. Там могут быть разные нюансы, тем более, что у россиян есть достаточно инструментов для того, чтобы срывать поставки по цепочкам импорта вооружений в нашу страну. Ну, элементарно, например, начинать раздувать цены в странах Евросоюза, например, там, закупать снаряды по каким-то бешеным ценам для того, чтобы не выдерживали бюджеты как Европы, так и Украины и многое чего другое. Поэтому тут такой вот очень сложный процесс, но мы должны понимать, что оружия мало не бывает, тем более, точнее, много не бывает. Если кажется, что оружия достаточно, я думаю, что нужно удвоить усилия, потому что Украина будет побеждать только в асимметричной войне, связанной с максимальной механизацией украинской армии, потому что Украина меньше демографический потенциал, и железа должно быть больше, в том числе украинского производства. Ну вот, действительно, и министр обороны Умеров, он обозначил, что Украина получит от партнеров артиллерийские снаряды калибров 155, 152 и 105 миллиметров. Также говорилось о том, что продолжается работа по предоставлению Украине F-16 при участии Соединенных Штатов, Дании, Бельгии, Нидерландов, Румынии и других государствах. Как вы считаете, когда уже обозначено, что будут такие, те или иные, к примеру, снаряды или F-16, какие сроки, вот, к примеру, от вчерашнего заседания в формате Раштанда, 20-го числа, какие сроки это обычно появляется уже на вооружении вооруженных сил Украины? Ну, смотрите, многое то, что говорится, но вам никто точно не скажет, потому что это же тоже вопрос формирования, информирования, в том числе противника. Чем у противника будет больше неопределенности в том, сколько уже у Украины есть оружия, тем лучше для Украины, тем лучше для стран-коалиции. Поэтому в данном случае все, знаете, результат должен быть на табло, условно говоря. Но когда будет активность и связанность с отражением атак российской армии, активность на территории Российской Федерации, в первую очередь, потому что без перенесения войны на территории России война затянется на очень долго, потому что у них ресурсов достаточно много. Ну вот, когда пошли удары вот этими по НПЗ, которые сейчас активно занимаются наши спецслужбы, особенно активность проявляет СБУ, штампуя эти дроны и уже повредив фактически 20% производства топлива в России, вот это сильно влияет и на экономику России, и на их возможность проведения и наступательных операций, потому что армия это топливо, в первую очередь, и поэтому в данном случае, как, кстати, как и дизель, так и авиационное топливо. И задача Украины максимально снизить возможности России по производству собственного топлива. Вот, Тарас, давайте еще о помощи войск, эта тема не прекращается разными вариациями, и тут уже мы видим, как ИПСО работает, российская. Вот стоит напомнить, что Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки России, сообщил о том, что вот 2000 солдат французских уже на украинской территории, и вот Министерство обороны Франции уже отреагировало на такие заявления главы службы военной разведки России Нарышкина, вот, там сообщили, что информация эта озвученная есть примером систематичного использования России массовой дезинформации. Мы призываем к максимальной бдительности, чтобы предотвратить любую инструментальную инструментализацию с помощью такого рода кампании, говорится в сообщении Минобороны Франции. Как вы считаете, для чего это все придумывается? Ну и, конечно же, это еще может быть из вариантов страха Российской Федерации перед натовскими войсками, с которыми они то уже воюют, то не воюют, так и непонятно. Третья мировая уже, Путин говорит, что он с натовскими войсками воюет, а тот уже говорит, что вот есть риск начала Третьей мировой войны, ну вот какие-то у них немножечко биполярные мысли появляются? Нет, тут их четкая политика, связанная с пуганием НАТО тем, что вы вступаете в войну, пугание старой Европы с тем, что ну вот уже ваши войска, уже будет прямое столкновение. Но я думаю, что тут россияне уже немного перегнули палку в каком направлении, что Европа уже смирилась с тем, что столкновение с Россией будет. И они уже к этому готовятся, то есть особенно это касается стран Восточной Европы, Скандинавии, Балтии и так далее. То есть вопрос уже столкновения с Россией, это не является страхом, является уже фактически, ну таким фактом, который уже будет иметь место в ближайшее время. То есть там и Германия говорит, что будет готова через три года, эти поляки, вот буквально Дуда вчера заявил, уже сейчас готовы, уже возможно в 26-м году, может быть даже раньше и так далее, и так далее. Поэтому в данном случае, когда они уже начинают говорить, что вот натовские солдаты, вы будете воевать, то это уже, знаете, как-то так уже не сильно пугает Европу. Они уже понимают, что да, скорее всего придется воевать. По крайней мере, если видите, что происходит в странах НАТО, например, Дания объявляет о том, что они расширяют обязательный призыв уже на женщин, в том числе. В Швеции министр обороны Швеции открыто говорит, что очень возможно атака. Да, они уже готовят население к тому, что у них должны быть запасы в том числе и так далее. То есть как бы тут можно сказать, что Путин опять всех переиграл к тому, что Европа уже, ну она уже морально уже готова к тому, что столкновение будет. И когда они начинают говорить, что вот французские солдаты есть, хотя я уверен, что в рамках миссии НАТО на территории Украины есть уже натовские солдаты, не так много, как хотелось бы, но они уже присутствуют. И сам вопрос, что Макрон затеял эту дискуссию, и это вызвало разную реакцию в странах НАТО, часть из которых сказали, да, конечно, мы готовы посылать в Украину. А по сути, что это означает? По сути, это уже означает, ну, такое вот вступление Украины в НАТО только без подписания каких-либо официальных договоров. То есть если мы говорим о вот этих вот договорах безопасности, то тут еще появляются солдаты. Ну, по сути, это вся военная инфраструктура уже натовская, уже Украина туда встраивается, и Украина заползает под этот зонтик безопасности. Тарас, огромное спасибо вам за то, что нашли время присоединиться к эфиру. Тарас Загродний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, с нами был на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.